Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня вновь собрались в прекрасном зале Музея изобразительных искусств и стимулирования на концерте. Вы, конечно, все знаете, что музыка – это искусство таинственное. Вы все знаете о том, что оно обладает уникальной, только ей свойственной способностью не заканчиваться тогда, когда композитор ставит автограф на партитуре и отдает ее в печать. Каждый раз, когда она звучит со сцены, она рождается для нас заново. Музыка не заканчивается никогда. В разные годы у одних и тех же исполнителей мы слышим разные интерпретации. Мы с удовольствием переслушаем наши любимые сочинения в различных исполнениях. Мы можем бесконечно слушать вторые концерты Рахманинова, симфонии Чайковского, Шостаковича, Битковина, любимую камерную музыку, наслаждаясь теми открытиями, которые в этой музыке делают исполнители. Потому что это последняя инстанция, и мы с вами, когда музыка появляется на свет. Но, безусловно, в появлении на свет музыки есть момент особенный. Это момент, когда она звучит впервые. В русском зале Музея изобразительных искусств и в исполнении мужского камерного хора мы неоднократно были свидетелями этого чуда. Сегодня нам снова предстоит премьера. И эта премьера, она премьера во многом. Во-первых, это просто премьера нового сочинения. Во-вторых, это премьера сочинения композитора, чью музыку мужской камерный хор филармонии еще пока никогда не исполнял. И это очень важно. Мы убеждены, что эта музыка будет жить долго. От того, как мы ее сегодня примем, будет во многом зависеть ее сцемическая жизнь. Вы все прекрасно знаете, что у первых исполнений бывали триумфы, бывали провалы, которые откладывали эти партитуры на долгие годы в какие-нибудь ящики. И только потом, спустя много лет, у хороших исполнителей она снова появлялась на свет и только тогда начинала жизнь. Эта музыка особенная сама по себе, потому что она не имеет подобных в своем жанре. У нас есть уникальная возможность услышать сегодня об этой музыке из уст ее создателя. Я хотела бы пригласить сюда, для того, чтобы сказать нам несколько слов, Льва Юрьевича Панкратова, заслуженный артист Российской Федерации, профессор в области музыкального искусства, художественный руководитель и дирижер мужской капеллы «Благовость», член Союза композиторов России. Спасибо. Дорогие друзья, прежде всего, я хочу выразить вам благодарность и признательность, что вы пришли на премьеру этого сочинения и выразили заинтересованность вообще в хоровой музыке, в мужском хоровом пении. Хочу поблагодарить директора филармонии Татьяну Михайловну за то, что так тепло отзывалась о нашем произведении. И хочу, конечно, поблагодарить Алексея Юрьевича, руководителя хора и всех ребят, и Светлану Николаевну, директора хора, который очень болеет за нашу встречу, за наш проект. Но если коротко говорить, почему такая тема? Знаете, я начал служить в храме с 80-го года, когда учился в консерватории. Тогда это категорически запрещено, но сами знаете почему. А в 90-е, когда все стало возможно, начал работать легендом правого клируса с мужским хором в Гавичинском монастыре годами, потом десятилетиями в Спасо-Эфимском, в Макаревском монастыре, в общем, в разных монастырях России. И везде в 90-х годах я видел полную разрубку. Стены стояли с пробойными, куполов не было, кругом было запустение, ни бананов, ни кого. В общем, прошли годы и десятилетия, и те же самые монастыри сверкают золотом. И все ухоженные, из иголочки стоят там, кипит жизнь. Вот один из любимых мною монастырей Николы Сольбинской, Ярославской области, где я с мужской капеллой Благос почти каждый год бываю, на наших глазах превратился в уникальный совершенно памятник архитектуры. Там кругом мрамор, я не знаю, каким образом это все восстановлено. Вот, понимаете, а монастыри того стоят. Здесь представлены только десять знаковых для России монастырей. Это и Псково-Печерский монастырь, с его Успенским храмом в Пещере, который отражал набеги с запада неоднократно. И Валаамский монастырь ваш, где ветер смешивается с колокольным звоном. И радостный, лучезанный, утопающий их садах, Дивейский монастырь, где присутствует дух Серафима Саровского и Александра, вот, Сергеевская лавра под Москвой, Троица Сергеевская лавра, где незримо царит дух Сергея Радонежского, который благословлял князей русских и русских ратников на бой с Игом. И Спасо-Эфимский монастырь, обнесенный стеной на высоком берегу реки Каменки в Суздале, двенадцать башен по числу апостолов. Донской монастырь в Москве, который превратился в музей, Херсонесский монастырь в Севастополе, где по преданию крестился князь Владимир, и который сейчас охраняет город Севастополь с его вооруженными российскими кораблями. И Соловки, превратившиеся одно время в ГУЛАГ, и Николасольфинский монастырь, где среди леса, просто там лес вокруг, там туда даже дороги не было в последнее время, грунтовая была. Но в перерывах между звучанием колокола можно услышать голос лукушки. И, конечно, завершает цикл Александра-Невская лавра, где покоятся святые на берегу реки Невы, мощи Александра-Невского. Этический цикл. Понимаете, вот все эти монастыри возникли как будто бы сами по себе, из пепла, возродились. Ведь если, конечно, задаться целью, можно узнать, кто был во главе работ по восстановлению. Но обычно это не один человек. Их восстановил народ. Они сами возродились из пепла. То есть они бессмертны, как бессмертна наша святая Родина. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Давайте пригласим на сцену мужскую калькурку, 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 государственные кладки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Лев Панкратов. Русские монастыри. Десять картин для мужского хора Акапелла на слова Александра Капустина. Я перечислю вам еще раз. Первое. Свято-Успенский Псково-Печорский мужской монастырь. Спасо-Преображинский Валаамский Ставропеяльный мужской монастырь. Свято-Троицкий Серафима-Дивеевский монастырь. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Спасо-Ефимия монастырь в Суздале. Донской Ставропеяльный мужской монастырь в Москве. Херсонесский Свято-Владимирский монастырь. Спасо-Преображинский Соловецкий мужской монастырь. Никола-Сольбинский монастырь в Ярославской области. Свято-Троицкая Александра Невская Лавра. Исполнители. Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии. Хармейстеры Евгений Махин и Константин Трошин. Солисты Дмитрий Щербаков и Артур Газимагомедов. Дирижер, художественный руководитель и дирижер коллектива Алексей Умнов. АПЛОДИСМЕНТЫ Рев Пократов, русские монастырь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Перед ликом Старца Преподобного Молит Бог Святого о спасении И прощении живой души. И струится тихий свет покерей И в светлом душе Атыка доброго, Атыка доброго Перед днем Святого Воскресения И днем Святого Воронежа И сны, и сны, и сны, и сны И сны, и сны, и сны, и сны Пом! 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 Молится, послушница, киберя, Пресвятому Деве Богородицы, Где живет надежда на спасенье И прощенье за грехи. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. А в саду стоит пора весенняя, И заветки явлой. Солнце клонится, за ветки клонится, И в святожье Божье утешение Нас опять отводит от беды. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. От саду стоит пора весенняя, И в заветки яблок. Солнце клонится, за ветки клонится, И Христос не отконит воскресенье, Нас опять отводит от беды. Ом, ом, омhouse. Ом, ом. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благослови нас и спаси! Мы день за днем живем в молитве, молим спасение для всех! Субтитры создавал DimaTorzok Благослови нас и спаси! Благослови нас и спаси! Благослови нас! 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 Аплодисменты. Когда заветный час, свеча горит простая, И истина святая покой вселяет в нас. Когда заветный час, молитвенное слово, В далеких деревьях слава, Благословляет Спас. Благословляет Спас, молитвенное слово, В далеких деревьях слава, Благословляет Спас. Когда заветный час, молитвенное слово, В далеких деревьях слава, Благословляет Спас. И наше предрешение отпустит монастырь, И наше предрешение простит нам монастырь. Аплодисменты. 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 Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Идут сюда из дальних городов Идут сюда из дальних городов Идут сюда из дальних городов Идут сюда из разных мест 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 Идут篇 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Звезда на небе Соловецком 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 Где ближе, где грешишь, до небес, где греши уходят, Где ближе, где грешишь, до небес, где грешишь. Где ближе, где грешишь, до небес, где грешишь, до небес, где грешишь. Где ближе, где грешишь, до небес, где грешишь. Где ближе, где грешишь, до небес, где грешишь. Где ближе, где грешишь, до небес, где грешишь. Здесь сестринская жизнь строго и справедлива. Здесь каждый новый шаг наполнен добротой. И журавли, и журавли, и дети, не торопли жоль. И теплый ждет очаг того, кто сладкий душой. Приют для сироты рыют. Для путника радужья, для путника рыют. Счастливый детский смех, детский смех. Счастливый 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 детский смех. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 И спаси нас, Боже, когда придет пора, Когда придет пора ответствовать. 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 Придет пора ответствовать.